Доброе утро, дорогие друзья. Новая недельная глава Вайра. Казни египетские. Начало казни. Первые казни. Не все еще. Итак, Маше принес весть от Всевышнего в начале, что скоро грядет освобождение. Впереди ждет земля обетованная. Ничего не потеряно. Все в порядке. Есть свет в конце тоннеля. Как отреагировали написанные евреи? Не послушали ни Маше из-за короткого дыхания и тяжелой работы. Ну, тираны давно знали, что надо загружать рабов в тяжелые работы, чтобы они меньше думали. Но вот про короткое дыхание. Один из комментариев объясняет, что фраза короткое дыхание не должна пониматься буквально. На иврите дыхание это руах. А что такое означает дух? Что такое дух? Другими словами, они не были способны воспринять призыв Маше не только из-за физической какой-то тяжелой работы и одышки, но и потому, что они пали духом. Страдая в рабстве столь долго, они оставили всякую веру и надежду на то, что свобода для них еще в пределах возможного. Они пали духом. И за всю историю Египта вообще не сбежал оттуда ни один раб. Как же может уйти оттуда целый народ, думали они. Должно быть Маше-мечтатель. Это просто абсурдно лелеет какие-то надежды, чтобы снова они рухнули. И поэтому люди были чрезвычайно подавлены, мрачны и просто не воспринимали слова Маше. Так в жизни случается очень часто. Люди настолько привыкают к рутине, что теряют всякую надежду достичь чего-то большего. Семьи погрязают в каком-то повседневном быте и перестают мечтать, продолжают катиться по накатанной дорожке под тех пор, пока вообще даже желание мечтать не пропадает. Мудрейшее высказывание сказал легендарный хасид Рэп Мендель Футерфас. Он сказал, если ты потерял деньги, ты ничего не потерял. Деньги приходят и уходят. Если ты потерял здоровье, ты потерял половину. Ты уже не тот человек, что был раньше, тебе тяжелее. Но если ты потерял решительность, ты потерял все. Вот каждый раз, когда мы в жизни теряем решительность принимать решения, когда на нас давит груз, ну как бы обреченности, мы сразу попадаем в страшные тиски. Маше принес надежду подавленному разочившегося мечтать народу. Он вернул ему траченный дух. И в итоге при помощи чудес Всевышнего, да, при помощи чудес, но после того, как восстановлен был дух, обещание было выполнено, мечта стала реальностью. Потерять дыхание это нормально, случается. Но нельзя позволить себе потерять дух, говорит наша недельная глава. Давайте еще о другом. Говорят каббалисты, что если человек бронится, ругается, там, нехорошо, говорит, в доме, то нечистота остается в доме, где это происходило. Представляете, если нечистота только арт разговоров, но человек, который гневается, например, он вообще, душа его написана, покидает. В нашей недельной главе есть очень интересное, я уже рассказывал, как-то, но вынужден повторить. И поднялась лягушка. Была одна написана, большая лягушка вышла из реки, огромная такая. Египтяне ее стукнули хорошо, и она распалась на множество. И чем больше они били, тем больше они распадались. Рав Каневский говорит потрясающую вещь в этой строчке. В своей книге Берхат Перец. Когда египтяне увидели, что в ответ на побои лягушки, она распадается на огромное количество маленьких, они должны были сразу прекратить ее бить, чтобы не добавлялось еще. Но что в действительности? Таково качество гнева. Если лягушка продолжает нахально выбрасывать еще лягушек, тем более нужно продолжать бить ее и мстить ей. Чем больше лягушек появлялось, тем сильнее распалялся гнев, и тем больше ее били, и еще больше. И заполнилась, покрылась вся земля египетская. Такова реальность для каждого человека, которым владеет гнев. Для любого. Если бы он услышал, как его обижают и смолчал, все бы успокоилось, и гнев бы утих. Однако, если он начинает отвечать своему оппоненту, а это тот ему, и это все бесконечно. Чем больше ты кричишь на одного, тем больше отвечает ему. А раз так, то разум подсказывает, что лучше всего не обращать внимание на того, кто тебя огрочает, и промолчать. Однако гнев говорит человеку, как ты можешь отвечать. Он говорит, что это самолюбие. Он начинает отвечать, оппонент слышит, добавляет новые. И каждый хочет дать другому сдачу. А заканчивается все, как казнь лягушками в Египте. Нам надо запомнить одну важную вещь. Каждому из нас приходится иметь дело с последствиями своих негативных поступков, мыслей и так далее. Через годы, через десятилетия. Иногда, как древние каббалисты говорят, даже в последующих перевоплощениях. Но если бы мы сдержались, все бы поменялось. Мы бы прервали вот эту бесконечную цепочку. И так происходит каждый раз, когда мы сдерживаемся и не делаем какой-то плохой поступок. Не говорим какие-то плохие слова. Мы сами можем быть теми, кто управляет своей жизнью. Просто мы этого еще не чувствуем. Брахавы от слаха, всего самого-самого лучшего. Пусть эта неделя будет удачной. Спасибо.